В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Аминь. А в нем это в чем? В данном случае написано, в нем это в Евангелии, в благовестии. Потому что Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, у Идеи, потом и Елену. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Аминь. Вот. И вот сегодня хочу об этом проповедовать, о том, что праведный верою жив будет. И о том, что такое от веры в веру, да. Или еще одно название сегодняшней темы, если вот так пойдет, как я запланировал, то она тоже называется духовная мутация. Это так, чтобы немножко повеселиться, да. Что существует, помимо того, что существует истина, существует очень много, около истины, очень много такой, так сказать, духовной мутации. Вот. И мы как бы рассмотрим немножко все эти примеры, о чем я хочу сказать. Вот. Просто вот, наверное, одно собрание до этого, я уже сейчас до конца не помню, о чем я проповедовал, но там была у нас духовная Барселона. Да. И, возможно, оттуда, вот там я. И я там залез в такую тему, как, что нужно жить по духу, а не по плоти. Что есть такие, так сказать, вот, плотское христианство. Да. И я понял, что вот я залез там в эту тему, что-то попытался вот сказать, и у меня не получилось, потому что сама тема, она очень большая. И без библейских примеров в ней разобраться очень сложно. Как же, вот, ну, отделить духовное от душевного? Понимаете? Вот сегодня я молился, и пришел этот стих. Помните, в Евреям там написано, что слово Божье живо и действенно, да. И оно, как меч обоюдоострый. Что такое обоюдоострый? Да. С обоих сторон заточены, да. И вот автор говорит, что он проникает в глубину до разделения чего? Души и духа, да. То есть, мы не знаем, действительно ли автор вот это хотел сказать, да, что вот он именно хотел отделить душу от духа, но что сказал, то сказал, да. То есть, как бы он, да, можно сказать, вот он говорит, что вот в глубину проникает и вот разделяет одно от другого. И вот действительно, что вот душу от духа на глубине может отделить только Божье Слово. Вот. И этим мы и должны заниматься. То есть, духовного от душевного отделяем не мы с вами, да, вот этот вроде духовный, а вот этот вроде душевный, да. Но этот же духовный в каких-то моментах, в каких-то сферах может быть очень даже душевным. А вот этот вот душевный может быть где-то в каких-то моментах очень даже духовным. И поэтому нам всегда необходимо Божье Слово для того, чтобы, ну, разобраться. И Бог, и действительно вот нам показывает, что все не так просто, да. Да, и вот в этом первом стихе, который я сегодня прочитал, здесь Библия, так говорится, в нем открывается, в Евангелии открывается правда Божья. От веры в веру. Вот что это за выражение? От веры в веру. Кто вот как понимает? И праведной верою жив будет. Вот есть какие-то вот мысли по этому поводу? Ну, вот так формулирует. Кто еще вот, что пытается нам сказать, что праведной верою жив будет? Что это значит, что праведной верою жив будет? Вот так вот, попробуйте подумать. Вроде уже праведный, да. Ну, вот то, что я сегодня хочу сказать, то, что даже уже праведный человек, все равно жив будет верою только. Не своею праведностью и не тем, что он уже праведный, да. Да, не написано, что праведный будет жив своею праведностью. А праведный будет жив верою. А праведный как человек становится? Верою тоже. И вот поэтому и написано, что от веры в веру. От веры в веру. Понимаете, да? И от славы в славу, да. То есть, вот не существует в христианстве такой вот точки, когда вот скажут, все, я, ну, практически, да. Ну, может быть, она существует где-то уже ближе к концу, да. Когда Павел, например, мне нравится, он говорит, течение совершил, веру сохранил, готовится мне венец, да. Но немногие из нас могут похвастаться тем, что сделал Павел. Поэтому, и другими словами, да, что это можно сказать? От веры в веру и праведной верой жив будет. То, что мы живем, в принципе, отношениями с Богом. Вера есть что? Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, да. То есть, вера это и есть вот эта вот, иногда такая сверхъестественная, да, что ли, так сказать, связь с Богом. Вот эти вот живые, постоянно живые отношения. Не просто вот, что ты чего-то достиг и остановился. Не может такого быть. Нужно все время движение, да, все время движение в отношениях, потому что Бог, Он, вот. И поэтому, что такое религия, по сути, если так вот, чтобы просто сказать, ну, религия в отрицательном смысле этого слова, да. Мы уже сейчас, как бы, есть положительный термин религия, потому что само слово, оно, по-моему, означает, ну, как связывать, да. Вот отношения, да, религары, глагол есть такой, вот. Но мы обычно под религией подразумеваем часто что-то такое остановившееся, остановившееся, да. То есть, какое-то вот такое неживое, религиозное мы называем, да. Поэтому, вот. Вот, и мне нравится очень такое определение, что религия – это то, где Бог был. А вера – это то, где Бог есть. То есть, Бог, Он движется, Он живой, Он действует, да. И вот, но религия любит, вот, и поэтому рождаются всякие извращения и мутации, да. Да, что, ну, даже уже страшные вещи иногда рождаются. Вот, я как-то видел видео такое, где там такая вот сухая, закоснелая нога человека, которую там бросают в воду, а потом этой водой брызгают на людей. То есть, это вот что-то, вот, труп, вот он старый, да, и якобы вот это вот кости святых, да. Вот, ну, вы как вообще? Вот, даже, даже тут, ну, не надо быть глубоко верующим и понимающим, что что-то тут не так. Что-то тут не так вот в этом. Но часто вот, что происходит с религией, эта религия, она вот как бы мозги отключает полностью, и вот человек становится таким фанатиком, и иногда вот стремится, лишь бы там до чего-то дотронуться, лишь бы что-то обнять. Кто-то вот дубы обнимает, знаете, есть люди, ходят, дубы обнимают. Вот, ну, извращений очень много. Вот, но все это все равно около веры и из веру, и из, ну, как бы из веры когда-то, да. И вот сегодня я хочу немножко прояснить, потому что не все мы хорошо знаем Библию, и мы иногда начинаем там говорить Авраам, Исаак, Иаков, и вот, ну, вот это вот, да. Кто хорошо понимает, кто чей сын там? Ну, Оксана, наверное, понимает, да, Лариса, наверное, не до конца, да. Для тебя что Иаков, что Исаак, что Исаав, да, вот это вот все одно, да. Но Бог хочет нам что-то сказать через это. Вот знаете, что Авраам назван отцом веры, вот, не раточковой веры. Отцом веры, да, вот, то есть есть у нас Бытие, есть Адам, есть вот все эти люди, которые там родились от него, потом был Потоп, был Симхам и Афет, из него уже там пошли народы, и вот Симиты, да, почему вот евреев, да, называют это Симиты, да, потому что из Сима, вот, антисемиты, Симиты, вот, ну, немножко сегодня вам такой короткий экскурс по верхушкам, вот. То есть до Потопа люди вообще разоротились очень сильно, поэтому Бог наводит Потоп, выбирает одного праведника, которого хочет спасти, и спасает его в Ковчеге, и у него трое сыновей, но зло все равно проникает, то есть грех все равно не уничтожается, да, то есть, как бы, зло все равно проникает в людей. И вот земля начинает заселяться, и вот однажды Бог призывает Авраама, да, говорит, выйди из земли твоей, из родства твоего, и я поведу тебя в землю, да, вот так вот рождается Божий народ из одного человека. Но там все, вот, очень-очень интересно, как Бог ведет и очищает свое семя, так сказать, да, семя веры настоящего, да, Он нам в каждом из этих поколений что-то все время показывает, да, поэтому, вот знаете, да, Иисус однажды сказал, что я пришел принести не мир, я пришел принести меч и разделение, да, вот, да, то есть, сегодняшнюю тему тоже можно назвать вот это вот разделение, да, то есть, вот, меч, Слово Божие, которое разделяет духовное от душевного. И мы все время будем находиться вот в этом процессе. Разделение. Вот. И даже когда Авраам выходит, с ним присоединяется Лот, племянник. У отца был отец, у Авраама был отец, у отца было три сына, один из сыновей умер, и остался племянник, ну, как бы, остался сын Лот. И вот этот Лот идет с Авраамом, да, то есть, мы уже сразу видим, что вот идет отец веры, и сразу к нему что-то присоединяется, да, то есть, вот, не бывает такого, чтобы ничего не присоединялось, все время что-то хочет прилипнуть, вот. И вроде идут родственник, да, и уже сразу возникают определенные вопросы. Один идет видением, призванием Божьим, а другой идет непонятно чем, идет плотским видением, да, и вот уже там возникают определенные вопросы. Может быть, прочитаем этот момент. Я сейчас сначала вкратце, да, потом Авраам получает обетование, что у него будет сын, и он будет отцом множества народов, и его дети будут потомки, как песок морской, и как звезды на небе, да, но Авраама рождается сначала кто? Измаил. Да, и вот здесь вот уже, да, мы видим, да, вот она есть вера, если Авраам есть отец веры, и вот из этого отца веры рождается два направления целых. Рождается Измаил, и потом рождается Исаак, да, и Бог говорил, Исаак, есть семя, да. И что самое интересное, что, ну, казалось бы, все, Исаак родился, да, Исаак про образ Христа, про образ семени, и все, как бы, должно было быть нормально. Но мы видим, что в Исааке еще двое. Знаете, да или нет? То есть, вот там написано, у него была жена Ревекка, и в ней еще, и в ней уже двойня сразу. И там так написано, что они еще не родившись в Аутробе начали бороться. В этом тоже есть все, вот, ну, определенная символика, как все движется, да, то есть, если, например, мы из Авраама видим, рождается, да, одно и другое, одно прям явно, другое неявно, то потом уже вот в Исааке, почему-то опять рождается двое, и опять один идет исполнять волю Божью, а другой уже не идет исполнять волю Божью. Вот, и уже из Иакова, да, то есть, эти имена, да, Исаак родил Иакова и Исава. Вот двух близнец, ну, как бы двойняшек, они вместе родились. Исав даже родился первый, красный косматый. Иаков родился, держащий его за пятку. Вот, внутри боролись, потом выросли. Папа любил Исава, старшего, потому что он был хороший охотник, такой вообще был сильный лидер, хороший, функциональный такой человек, с способностями хорошими. Но Бог избирает Иакова, вот этого, который выращен с женщинами в шатрах, мама его любила. Здесь тоже есть иносказание, да, что отец там старенький уже, слепой, и вот тут вот происходит эта история, где один брат переодевается в другого и получает вот это Божие благословение. И мы видим уже, что из Иакова рождается уже вот этот Божий народ. Вот эти двенадцать патриархов, так сказать. И мы в этих патриархах тоже там, ну, хорошего много чего не видим, но все уже эти патриархи, да, все уже являются вот этим семенем, все, уже из них никто не уходит. Хотя, если кто-то может там заявить, хотя некоторые родились от одной жены, некоторые от другой жены, некоторые от рабыни одной жены и некоторые от рабыни другой жены. Все от Иакова, и все стали уже Божьим народом, да. Вот, что мы здесь видим, да, вот, ну, я вот в этом процессе вижу какое-то постоянное очищение Бога, постоянное отделение, постоянное вот это вот отрезание одно от другого. И вот, ну, вот здесь я вот, вот таким вот образом, да, Я вам и хочу сегодня немножко вот именно осветить, что такое духовная жизнь, что такое быть христианином по духу и что такое быть христианином по плоти. И как получаются эти духовные мутации. Потому что если вы посмотрите, вот первый пример, Лот и Авраам, племянник и сам Авраам. И вот они там разделяются, если вы помните, что племянник, он же тоже спасся. Когда Содом и Гамора был сожжен огнем, он убегает. И жена его превращается в соляной столб, а дочери его убегают с ним. Мужья не верят дочерей, не убегают, погибают. И происходят не очень хорошие вещи там в пещере потом. Когда они живут, вот этот Лот со своими дочерьми. Дочери сказали, как нам детей получить. И у них мысль пришла, сейчас папу напоим и с ним переспим. И так и сделали. И родились аммонитяне и мавитяне. То есть вот, да, и это потом стало таким в определенных временах очень серьезной проблемой для израильтян. Для христиан, можно так сказать. Для христианства. То есть там вот так потом и сопровождалось, вот эти вот, потом культы были, там и детей сжигали эти аммавитяне и аммонитяне. И там страшные идолопоклонства были. И очень серьезные нравственные проблемы у них были, да. Вот. Вот она, одна из духовных мутаций. А началось все там с Авраама и Слота. И я сейчас, вот мы сейчас, я сейчас буду показывать уже в каких-то моментах, откуда все началось. Вот, где пошло вот это вот разделение, да. Потому что нам, ну, необходимо все-таки это знать, вот эти символы и, ну, как бы, и вот на этих развилочках, да, которые у нас будут встречаться, чтобы мы вот все-таки выбирали правильную сторону, да. Потому что нам сейчас все как бы открыто. Давайте мы откроем бытие. Давайте 13 главу откроем. Давайте 13 главу откроем. Вот первое такое вот разделение души и духа Авраам и Лот. То есть, сначала вышли вместе. Все было нормально. Очень неплохо разбогатели оба, да. Все, Бог водит, Бог позвал, ходит по призванию. Ну, один ходит по призванию Божьему, а второй ходит рядом с призванием Божьим, да. Что личного призвания не имеет, но ходит с тем человеком, который имеет призвание Божье. Да. Это первый вывод, который мы должны сделать. Что, ну, в первую очередь мы, как христиане, должны иметь вот это личное призвание Божье. Именно личный вот этот разговор, личный диалог, это то, что хочет сделать Бог. Понимаете, это, ну, то, что должно быть. Понимаешь, ты не можешь быть христианином по вере другого человека. Но временно я вижу, что это бывает. И я видел таких верующих. Я видел, ну, как бы, вот в центре, в котором я был раньше, да. Ну, мы много об этом раньше говорили, что можно быть, как бы, верующим, питаясь верою другого человека. Вот люди идут, христиане идут, и ты тут, как бы, вот раз и пристроился, и пошел. Тебе комфортно, тебе хорошо. Часть благословения на тебя, как бы, падает, да. У тебя покрыто все. Вот Бог с ним, ну, соответственно, это на тебя распространяется. Но Бог обязательно хочет, чтобы, ну, у тебя были личные отношения. Потому что однажды ты придешь к определенной развилке, ты, вот, к которой они пришли. И был Авраам очень, давайте вот так, с 13 глава, с 1 стиха. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. До места жертвы, так. И у лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот, и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Ханане и Ферезей жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел отче свое и увидел всю окрестность Орданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гаморру, вся до Сегора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Орданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры свои до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Вот она, развилочка. Первая развилочка такая. Как принимают решения? Авраам предлагает, отделись же от меня и сделай выбор. Если ты направо, я налево. Если ты на восток, я на запад. И мы видим, как делает свой выбор Лот. Как? Видением. Видением, физическим видением. Не духовным видением, про которое мы часто тоже говорим, но физическим видением. Сегодняшним днем. То, что он сейчас видит перед собою. Он не знает, что Бог приготовил для Содома и Гаморы. Ему не открыто, он еще не знает, что это. И вот он выбирает то, что видит, то, что красиво. Что нас Библия учит, как христиан? Что мы ходим не видением, а верою. Что, ну, пускай я сегодня так, да, и сегодня у меня, может быть, есть какой-то недостаток, да, и сегодня есть какие-то вот нерешенные моменты, но я все равно в своих решениях, в своих путях в первую очередь иду к Богу. И спрашиваю, Бог, веди меня ты, не то, что я хочу, да, но то, что ты хочешь. Открой мне там свою волю, да, помоги мне сделать этот выбор, дай мне что-то, вот, да, чтобы распознать, чтобы увидеть. Пусть, если это не от тебя, пусть оно уйдет, да. Мы часто, ну, этот выбор, что касается, может касаться, да, жены, мужа может касаться, работы может касаться, да, вот, всего, что угодно может касаться, да, что человек мыслит определенным образом. Вот, поэтому, вот это первое разделение, вот в этой вот развилочке, и я уже вам нарисовал перспективу, куда все это привело потом, да, вот в эту пещеру, где он пьяный, две дочери, и рождаются эти два народа, да, вот эти две мутации, два, два вот этих отклонения, понимаете. То есть, ну, вы знаете, так, ну, говорят, что если самолет летит, и если его курс отклонить хотя бы там на полградуса или на один градус, он прилетит через тысячу или две тысячи километров совершенно не туда, да. Это примерно то же самое, то есть, ну, мы действительно, ну, должны научиться ждать от Бога, спрашивать у Бога, желать исполнять эту волю Божью, потому что воля Божия, она благая, угодная и совершенная. И вот, ну, я здесь по Аврааму вот это вижу, да, что его волнует не сегодняшняя, да, перспектива, не сегодняшний даже заработок, да, не сегодняшний, вот, у него есть достаток, да, но его волнует то видение, в которое его позвал Бог. Аминь. Вот, поэтому, первый вывод, вот, будьте людьми веры, будьте людьми видения, не сегодняшнего короткого, короткосрочного, да, то, как вот вы видите, а попытаться увидеть, что Бог предопределил. Следующее, следующее разделение, оно уже и внутри Авраама идет, да, вот Авраам ходит, получает обетование от Бога, и ему сказано, у тебя будет сын. И он ходит и ждет, ему уже 85 к тому моменту, да, и тут к нему приходит жена его, сама жена даже, да, видя его переживания, наверное, да, и предлагает ему такой определенный вариант. Слушай, давай, вот, у меня есть рабыня, Сара была неплодна, вот, жена его, у меня есть рабыня, на Востоке это было нормально, сейчас, понятно, мы это сейчас не рассматриваем с точки зрения морали, мы больше смотрим на эту, как духовную историю, вот, и с песней, и вот, я приму роды у нее, да, она на моих коленях родит, и это будет наш сын с тобой, и это было, ну, совершенно нормально, как бы, законно. Вот, Авраам подумал, но почему бы и нет, Бог сказал, что сын будет, сказал, от меня, от меня, ну, давай, и вот, родился Измаил, вот, кто-то говорит, что это ошибка Авраама, я так не считаю, ну, как, это мое мнение богословское, да, потому что Бог, прежде чем у нас родится настоящая, Бог хочет, чтобы из нас вышла вот это вот ненастоящее, да, вот это вот наша попытка, да, наше представление о том благословении, которое Бог хочет сделать в нашей жизни, и мы вот таким образом часто Бога чуть-чуть опережаем, вот. И здесь вот можно уже говорить о том, что это Измаил, он есть прообраз именно по Библии, да, вот этой сына рабы, рождающей в рабство, да, Павел нам дает в Новом Завете интерпретацию, да, что Агарь есть прообраз Ветхого Завета, да, Агарь есть прообраз закона, вместе со своим сыном, да, того, что рождается сначала. То есть, и, да, опять же, да, мы уже после Авраама идем, да, понимаете, да, но еще как бы вот до самой сути Христа, и это говорится о том, что сначала закон, потом Христос. Что это означает, да, сначала правила и представления, потом обетование, да, и вот, ну, сначала человек душевный, потом человек духовный, да, и вот хочешь ты, не хочешь, в твоем духовном следовании все равно будет вот, ну, вот, ты человек, ты все равно как-то представляешь себе, как это должно произойти, да, вот что-то, да, мы сейчас говорим уже про тебя, про твои внутренние изменения, да, что... То, что сначала рождается внутри тебя, как христианство, как следование за Богом, да, оно все равно будет связано вот с исполнением каких-то правил, да, тебе нужно за что-то зацепиться, тебе нужно вот, ну, привести жизнь более-менее в порядок. Понимаете, нет, о чем я говорю, чуть-чуть. Кто не понимает? Я все время перекидываю вот вещи из той истории, как бы вот уже в нашу внутренность, потому что, ну, суть того, о чем я говорю, это разобраться в нашей внутренности. Нам, по большому счету, дела нет уже до Авраама, Исаака, Иакова и вот этих вот людей, как людей, но мы хотим вот оттуда достать информацию о том, вот, как нам достигнуть и вот жить в благословении, понимаете, в том, что действительно Бог задумал. И вы видите, что там все не так уж и, ну, легко и так все просто. Там вот одно разделяется от другого на каждом этапе. Вот, плотское отделяется от человеческого, от душевного. И не отделяется только хорошее от плохого, понимаете? Отделяется часто хорошее от лучшего, понимаете? Вот, и мы тоже это должны понимать, потому что, когда мы говорим, что, ну, вот, плотское или плоть, это не все прям, прям очевидный негатив. Когда Павел говорит, что я по плоти еврея от евреев, по учению фарисеев, по правде законной, непорочной, он говорит, но потом он говорит, но то, что для меня было благоприобретением, то ради Христа я почел счетою, то есть мусором, я все это, все это оставляю и бросаю. Легко это бросить? Нелегко это бросить. Но в слове там написано, да, что вот так вот уже, ну, рождается, рождается сначала этот Измаил, потом рождается Исаак через 15 лет, 100 лет. Авраам уже привязался к Измаилу, он живет уже с этим своим сыном, который вот, ну, по закону, который есть олицетворение закона, у него уже есть такие ощущения, что обетование Божье в его жизни исполнилось, что вот это то, что он сейчас имеет, это и есть то, что Бог обещал, понимаете? И вот он уже как бы с этим живет. Но потом вдруг рождается вот этот вот Исаак, когда он уже подуспокоился уже, да, и Бог приходит, и рождается Исаак, сын по обетованию чудесным образом. И до него доходит, вот оно, ну, что должно родиться, да, то есть о чем это говорит, да, как это на нашу жизнь перевести? Ну, вот, что даже когда мы, ну, через Христа становимся христианами, мы часто все равно будем вот, ну, сваливаться вот в эту жизнь по закону, да, по правилам. Вот, вот, кому Павел пишет вот эти вот расклад про Агарь, про, если кто-то знает, Галатам, вот. И помните, это в третьей главе, первый стих, о неразумные Галаты, кто вас прельстил? Вы, которые начали духом, теперь начинаете возвращаться в плоть, понимаете? То есть, и в чем там заключалось, да, что они приняли, как язычники, приняли Христа, получили духа, пережили, и потом пришли иудеи, какие-то знатные учителя, которые, в принципе, тоже, как бы, христиане, но у них есть перекос, все равно, вот, в закон, в нормы морали, там, да, вот, 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 именно вот, или, ну, там, именно, казалось, касалось больше преданий, и они начали заставлять этих молодых христиан обрезаться, да, делать обрезание. И Павел просто вот увидел, что нарушается весь смысл Евангелия и говорит, ну, если вы обрежетесь, то вам от Христа не будет никакой пользы. Вы возвращаетесь в то, что уже, ну, как бы, прошло, вы пытаетесь исполнить закон тогда, когда уже его исполнять не надо, когда родился уже у вас сразу, да, духовный человек, вот, и вот, ну, понимаете, и вот наша духовная жизнь, она, вот, будет часто перемешана, да, между чем? Между благодатью и законом, да, между тем, что, ну, вот, правильно с точки зрения, вот, со всех точек зрения, и с тем, что говорит дух иногда, понимаете, потому что дух, то, что мы говорили, дышит где хочет, и он, он живой, это живые отношения с Богом, он, вот, ну, в каждом поколении работает по-своему, поэтому то, что было в прошлом поколении, оно будет меняться в любом случае, то, что было, работало в церквях, в прошлых каких-то веках, десятилетиях, оно начнет меняться, и кто не захочет, вот, ну, это принимать и слышать голос духа, его, ну, у него будут проблемы, ему будет тяжело, ему будет казаться, что что-то неправильно, поэтому мы, вот, у нас есть Христос для того, чтобы, вот, взирать на Него, у нас есть апостолы, да, у нас есть вот эти вот все примеры, понимаете, что не только Авраам с Лотом разделились, не только в Аврааме разделились Измаил и Исаак, да, но и даже в Исааке разделились Исаф и Иаков, да, поэтому вот, ну, я когда это увидел, да, то, что хочется тоже попытаться, знаете, там, навязать какую-то схему, сказать, вот оно там, тройное, четверное, разделение, вот так, вот так, вот так, но я понимаю, что это вот духовные вещи, они, знаете, они такие гибкие, плавающие, перетекающие из одной в другую, поэтому нам надо научиться, вот, ну, видеть вот это вот все в объеме, да, понимать, что на каждом этапе от веры в веру, понимаете, нам все время необходима вера, нам все время необходимы личные отношения с Богом для того, чтобы сориентироваться и выбрать правильное направление для себя, чтобы вот в этих вот моментах понять, куда же Бог ведет, что же Он хочет на самом деле, да, то есть вот видение мы увидели, закон мы увидели, да, вот этот вот Измаил и Исаак, да. Кто получается из Измаила? Потом. Измаильтяне. Кто это сейчас, знаете или нет? Мусульмане, да. То есть, в принципе, да, вот ислам это авраамическая религия, да, считается, да, то есть это уже действительно из Авраама, то есть мы уже не можем сказать, что это не вера, понимаете, это вера в Бога, но не во Христа, не с Христом, и, ну, как бы достаточно такие вот, ну, серьезные вещи, и Бог сказал, и это тоже что-то из Авраама, понимаете, то, что Бог благословил, Бог сказал вот этому младенцу, из тебя будет сильный, сильный народ, но Бог это, ну, разделил тоже, да, то есть, и мы видим, что вот сейчас мир разделен на, минимум на два больших лагеря, огромных лагеря, да, и так далее, вот, ну, мне нравится все равно вот выбирать ту сторону, которую сам Бог выбирает, понимаете, и вот, ну, и в любом случае все станет ясно, и все станет на свои места однажды, вот. Третье разделение – это из Исаака уже, вот это вот тоже такое, что это за разделение, когда в одном чреве есть два младенца, казалось бы, ну, вот нет ничего лучше, чтобы это все стало, все стало благословением, все стало служить Богу и знать Бога, но они уже во чреве начинают бороться, да, то есть, и я бы уже это назвал, как вот лона церкви, что ли, да, то есть, это уже вот в церкви происходит, в лоне церкви, да, вот в этом вот, ну, вот внутри церкви, да, но, другим сказать, уже внутри Христа, понимаете, потому что если Исаак, он сын Авраама, обещанный прообраз Христа, да, то и у него там, как бы вот, внутри есть борьба. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже когда ты христианин, когда ты, вот понимаете, это говорит о том, что мало того, чтобы вот просто сказать, да я, ну, как бы, я рожден свыше, я христианин, я спасен, понимаете, этого мало, потому что очень важно именно, ну, вот, очень важен именно твой выбор и твое сердце для Бога. С одной стороны, Бог говорит, Исаава, ну, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел, да, до того, как они родились. Ну, почему так Бог говорит? Потому что Бог, Он видит, кто что сделает, кто какое решение примет, Он видит это наперед, да, у кого какое сердце, да, это не то, чтобы Бог написал одному такую судьбу, а другому такую судьбу. Это то, что Бог, Он, ну, вот, видит, как человек поступит. Сегодня, вот это, зная и понимая это, что, как мы должны реагировать на это? Выбором собственного сердца. Какую судьбу ты хочешь? Насколько, ну, вот, в чем будут заключаться вот твои развилки, твой выбор, да, что с одной стороны Иаков рождается с задержкой небольшой, да, держать за пятку. И даже в процессе жизни Исаав все время идет впереди его, да, это вот о том, что вот тоже наша плоть, да, наш плотской человек, он часто идет впереди, он идет вот угождая Богу, да, или Отцу собственными способностями. Но Бог говорит, я люблю другое, я люблю веру, я люблю слабость, понимаете? Как апостол Павел, что трижды молил я Бога о том, чтобы Бог убрал у меня жало из плоти, но мне Бог сказал, что ты, сила моя совершается в твоей слабости. Если ты выберешь, на самом деле, ну, вот, быть настоящим, таким, какой ты есть, ты увидишь, что в тебе очень много слабости. Но человек так вот, человечество так построено, да, этот мир немного так устроен, что слабость, она отодвигается. Но Бог говорит другое. И, понимаете, вот эти вот решения Иакова из его слабости, из его жажды, из-за того, что брат вперед родился, у брата первородство, а у него жажда, да, и поэтому Иисус говорит нам сегодня, да, всякий, кто жаждет, приди ко мне и пей. Не всякий сильный, приди ко мне, не всякий праведный, приди ко мне, но всякий, кто жаждет, приди ко мне и пей. Мы хотим часто вот силу свою, как бы, вот, всем показывать. А Бог говорит, да кому, ну, как бы, ты посмотри, разберись, ну, зачем тебе сила? Потому что, если ты будешь слабый со мной, во мне, то ты будешь сильный. И, да, и Библия говорит нам, да, что немощное Божие сильнее человеческого, слабое Божье сильнее любого сильного человеческого, да, незнатное мира избрал Бог, но, да, незнатных, но наоборот, да, вот. И, ну, вот мы видим вот это вот в Иакове, да, и действительно нам нужно, ну, вот это понимать. Понимаете, вот я просто сегодня захотел, я думаю, что я не буду сегодня очень долго говорить, я сегодня захотел вас, ну, вот в этом объеме познакомить, вот, с этим разделением вокруг Авраама, из Авраама и так далее, да. Сейчас, ну, нарисовалась у вас картинка просто хотя бы про детей, да, вот как там все было, да. Просто вот был Авраам, у которого было призвание, к нему прицепился лот, родственник, да, произошло разделение. Из Авраама вышло два сына. Один вот, как бы, да, от рабыни, да, то есть его собственная попытка получить Божье благословение. Измаил, но потом рождается Исаак по обетованию, потому что Бог сказал, что будет, и все. Это тоже родилось, из Исаака еще рождается, еще рождается двое, но уже как бы внутри, да. Это говорит о том, что, ну, вот, что в христианской жизни нам все время придется быть на чеку. Нам все время придется, ну, вот, разделяться, принимать решения, да, и научиться через это, да, что угодно Богу, какой склад сердца, ума, характера, он угоден Богу, да, что вот, казалось бы, вот этот Исаак, который первый родился, да, что вот с виду, там же даже есть стихи такие, что Иа, вот этот Исаак, он любил, Исаак-отец, он любил Исава, вот этого первого старшего сына, любил, потому что дичь его приятна была для кушания. Ему нравился вот этот вот сильный Исаак, который вот охотник хороший, меткий стрелок, такой вот, ну, такой хороший сын, такой сильный сын. Бог показывает, что и это не то, или и это не совсем то. И вот этот вот кроткий Иаков, да, который растет, написано в шатрах с женщинами. А женщины что делают? Разговаривают много, да. И вот он растет, зная, вот, питаясь молоком, другими словами, духовным, да. Поэтому Петр нам говорит, да, в своем послании, что, вот, питайтесь вот этим духовным молоком, от которого вы будете возрастать в спасении, да. То есть, вот, ну, что действительно нам, ну, необходимо вот это Евангелие, Слово Божье, да, влюбленность в Него, да, вот эту вот влюбленность в Слово Божье, да, потому что, ну, из Него все пойдет, понимаете. Не только вот тебе нужно толкаться локтями и быть таким вот, быстрее, быстрее занять свою позицию и стать таким успешным, но Богу важна вера, Богу важен вот этот внутренний поиск, Богу важно тебя какое-то время скрывать от славы человеческой, да, от, вот, действительно держать тебя и воспитывать тебя определенным образом. Вот недавно разговаривали, там, с другом духовным, там, об одном человеке и увидели такую вещь, что, что, вот, есть, он большой такой, высокий парень и все время ему хочется показаться сильным, а он на самом деле, вот, ну, внутри видно, что он, ну, как вот такой слабый, мягкий, хороший человек, ну, не скажешь, что прям слабый, но такой вот мягкий, добрый, хороший человек, но ему все время хочется вот из себя, из себя что-то показывать, как-то вот, ну, завоевывать позицию, все время казаться не тем, кем он на самом деле внутри является. Ну, и вот жалко, что таким образом человек, ну, теряет свое время просто, да, даже в духовном возрасте, просто вот в личных отношениях с Богом, потому что, ну, как бы он, ему, он больше настроен на что-то видимое, на то, что будет принято людьми, на то, что будет, вот, сильным таким, да, потому что, действительно, когда мы сталкиваемся с христианством и смотрим, там, на Иисуса Христа, мы видим силу, мы видим очень, ну, мощную силу такую, да, но мы даже в нем, если разберемся, мы посмотрим, что там не совсем все так, потому что его многие люди, ну, вообще не воспринимали и не принимали. Даже вот Иисуса Христа делал, он делал эти чудеса, знамения, и сильные они, наоборот, вообще ничего в этом не видели, и родственники ничего в этом не видели его, и весь его город ничего в этом не видел. Но мы знаем, что у него была самая сильная сила. Вот, давайте чуть-чуть почитаем стихов. Римлянам 8 глава. Мы недавно это читали, я еще раз хотел это прочитать. Римлянам 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот это вот стих. Я уже вам как-то говорил, да, что вот в оригинале, в греческом, вот эти вот строчки, что отсутствуют. И так нет ныне никакого, там написано, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Да, и это да и аминь. Но да и аминь также является то, что здесь написано. И вот, ну, что-то внутри меня периодически говорит по поводу вот таких вот спорных мест Писания, что они имеют право на существование, раз они там появились и уже утверждены определенным временем. Понимаете, да, может быть, ну, я не знаю, как это произошло, да, но возможно, это сам Дух Святой, понимаете, который, ну, дописывает какие-то вещи для того, чтобы, ну, до людей донести, да, что здесь написано, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, что живут не по плоти, но по духу, да, и уже такие, мы уже здесь делаем вывод, что не просто которые во Христе Иисусе, да, что я христианин, какая разница, все мы христиане, все мы братья, да, нет, живут не по плоти, но по духу, которые действительно, как бы, понимают роль Христа в ихней жизни, да, которые действительно ищут Христа, которые надеются на Него, которые осознают то, что Он сделал на кресте, да, которые вот внутри себя постоянно делают этот выбор в сторону духовного, да, в сторону Слова Божьего. Пятый стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном, помышления плотские суть смерти, а помышления духовной жизни мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, да, вот такое интересное утверждение, да, они просто не покоряются закону, да они не могут даже покориться закону Божию, потому что они плотские помышления. И мы должны понять, что плотские помышления – это не только пить, курить и ругаться матом. Плотские помышления – это вот очень большой список, очень большой-большой-большой список. Это просто плотские помышления, это просто вот то, что мы говорили, да, разделение Авраама и Лота. Один говорит, я пойду, куда меня Бог поведет, а другой посмотрел и пошел, то, что ему понравилось глазами. Вот, да, вот, ну вот, неплохо выбрал, там же действительно так написано, земля Содомская, Гаморская, орошалась, как сад Господень. Орошалась, все, ну действительно надо быть, извиняюсь за выражение, дураком, чтобы туда не пойти, правильно или нет? С виду, но в данном случае это являются плотскими помышлениями, которые потом приводят к очень сильной духовной мутации в конце пути, да, и так далее. Потери жены, потери семьи, ну да, он спасся. Поэтому, вот, я уже как бы про это говорил, что не нужно, вот, делать ставку на том, что лишь бы спастись. Понимаете, потому что, ну, лучше жить по духу. Везде видим разделение, да, помните, Иисус Христос висит на кресте. Справа один разбойник, слева другой разбойник. Опять разделилось. Мир разделился, опять есть выбор. Опять даже в этот момент у разбойников есть шанс отреагировать определенным образом, и они реагируют по-разному. Вот. Вот что означает христианство, да, то, что, ну, действительно, наблюдайте, зачем думаете. Библия нас учит, помышляйте о горнем, помышляйте о горнем. Что это такое? Небесное, духовное. Размышляйте об этом. Читайте Библию. Слушайте проповеди. Размышляйте об этом. Любите это, да, вот, возрастайте в этом чистом, словесном, духовном молоке. Чтобы, действительно, вот, нам пройти все вот эти вот развилочки. Понимаете? Потому что не одна развилочка. Я говорю, что ошибкой является то, что человек, преодолев одну или две развилки, садится, и вот приходит такое успокоение, что все у него в порядке, все у него хорошо. Ну, я вот про свою жизнь могу это засвидетельствовать, что, да, стал христианином, пришел сюда, стал ходить в церковь, в принципе, работаю, зарабатываю, но у меня всегда было понимание, что есть что-то лучшее у Бога для моей жизни. Есть что-то лучшее, что придется мне еще разделиться, придется мне еще делать какой-то выбор. Да, пока я его там не мог делать, да, я просто жил. Ну, вот, я рад, что Бог пришел и повел. Поэтому, ну, на самом деле, вот я говорю, я иногда не очень понимаю, когда, вернее, я понимаю все, да, ну, вот, как бы, такие примеры иногда там людей двигаешь там. Иди учись, иди учись, ну, не хочу сейчас ничего личного такого сказать, но идет такой вот выбор в сторону обстоятельств. Понимаете, просто вот, видя обстоятельства. Вот, и не знаю, да, как это еще объяснить. Хочется, чтобы все-таки мы были открыты, да, и вот действительно искали Бога. Потому что я могу понять, когда человек все-таки поискал Бога, да, сказали, там, иди учись. Ну, нету внутри, нету духа, тоже, как бы, понимаю, потому что иногда нету времени, нету духа, там, и так далее. Ну, если человек вообще об этом не размышляет, вот тут мне, ну, жалко немножко эту ситуацию. Потому что, ну, поэтому я надеюсь, что наши, которых я толкал, это не те, которые не размышляли, а те, которые все-таки размышляли и мучились немножко, и, ну, просто пока действительно не время. Вот, вы не думайте, что я только вам говорю, иди учись. Я много кому говорю, иди учись, и своим друзьям, и своим знакомым. Вот, и есть люди, действительно, которые пошли и учатся, и уже хорошие отзывы есть. Что, спасибо за то, что ты меня, прям так и говорят, пинул туда, вот. Давайте еще откроем Галатам, пятая глава. Все, и мы сейчас будем заканчивать, я сегодня не буду долго проповедовать. Больше хотел вот осветить эти моменты через Слово Божье, да, что 16 стих, пятая глава. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противится плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бечиство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божье не наследует. Плот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот, да, то есть здесь есть список дел плоти. И там вот очень много, что написано. Есть и жесткие такие вещи, которые мы прям привыкли прям вот видеть, да, идолослужение, волшебство, убийство, пьянство, да. То есть вот, да, прям, но вместе с ними стоят нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, распори, разногласия, ереси, гнев, бесчинство, ненависть. Да, то есть уже такие вещи, которые часто присутствуют в жизни просто человека, да. Вот, и по поводу этих вещей сомнений нет никаких, да. То есть вот Павел поэтому и перечисляет здесь, что дела плоти известны и перечисляет, да. То есть для нас они не могут являться чем-то, что, ну, может, это по духу я ненавижу кого-то. Понимаете, вот, или завидую, или вот ссорюсь там, распри, да, и так далее. То есть, ну, может, у меня характер такой просто. Дела плоти. Это дела плоти. Дела плоти известны. И дела плоти нужно побеждать духом. Нужно каяться в этих вещах, раскаиваться в этих вещах. Просить Бога, чтобы удалил эти вещи, обличать эти вещи в своей жизни, выносить их на свет. Делать вывод, делать это разделение, понимаете, вот разделение, вот это вот. И жить по духу, жить по духу. Слова, которые я вот к вам говорю, Иисус говорит, есть дух, все суть дух, да. То есть вот Слово Божье, которое нам дано, как учение, ну, суть дух. Поэтому мы должны вот научиться взирать на Христа. И вот мы никогда не ошибемся, если мы будем задавать вопрос в каком-то разделении, а как бы Христос поступил, а как Он поступил, а какая есть ситуация, вот у меня, ну, на глазах, библейская, которая мне показывает вот эти вот вещи. Понимаете? Я вам сегодня не зря привер, Лота и Авраама, Измаила и Исаака, Иакова и Исава, да. То есть в каждом из них есть вот какие-то вот истории. Есть и хорошие вещи у тех, которые плотские, понимаете. Есть и плохие вещи у тех, которые духовные, да. И Иаков косячил, и были там косяки в его жизни, да. И Авраам косячил, да. То есть, ну, но дело-то не в этом, дело все в том, что они искали Бога и старались, да, все-таки ключевые решения принимать перед Богом, вместе с Богом. Шестая глава Галатам, седьмого стиха. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Понимаете, вот не знаю, сколько нам придется вот быть, вот как Иаков, возрастать там в шатрах, да, с женами, да, как он возрастал, да. Доколе этот Исаф, он будет на первых позициях, да. Что вот те, которые пошустрее, они будут первые, да. А те, которые внутри вот ищут Бога, да, как Давид, да. Был Саул, которого поставили, и был Давид, который пасовец, которого помазали, которого Бог дал мечту в его сердце, но не дал позицию. Дал мечту, дал откровение, но не дал позицию. Я недавно говорю, я еще раз об этом размышлял. Мы смотрим на Давида уже, на как свершившегося крутого. Вы вот увидите его в пути своем. Он-то имел только пророчество. Понимаете, вот как работает пророчество. Он имел только пророчество, в которое поверил. Понимаете? Для него Библия еще не была написана. Это мы сейчас видим, что там как будто бы все так складно и легко получилось. Но представьте, вот как у него постоянно это развивалось, да, что пророчество имел, пророк ушел, иди паси овец. Слушай, меня цари помазали, вы же все видели. Иди, овец паси, сказал. И вот он идет, пасет. Братья на войну, я тоже, овец паси. Да, ну, примерно. Ладно, иди, сходи, хлеб отнеси. И вот он пришел, убивает этого Голиафа. И казалось бы, я уже говорил это, да, ему хотелось сказать, ну что вы видели, кто царь-то здесь настоящий, да? Но даже после этого, да, хорошо, ты начальник, будешь начальником и так далее, да? А потом проблемы начинаются. Копье полетело в тебя, да, от Саула. Это не игрушки, понимаете, да? Что вот, ну, не игрушки на самом деле. И потом просто вот убежал куда-то в пустыню и вот бегал там. Все, выгнали его, да? Казалось бы, вот она уже мечта, она уже близко, уже в доме царя. Да, Бог меня привел. А оказалось, что нужно еще убегать. С Иосифом то же самое. Пришел, вроде все тут. Привезли его в Египет, очень неплохо его, в хороший дом его, в рабы купили. Он там поднялся быстро, домом стал руководить. Вообще такой начальник стал, все хорошо, верный, истинный. И понимает, что у него здесь лучше, чем у братьев там, и вообще все хорошо. Жениться, наверное, собирался там, на какой-нибудь служанке там тоже уже присматривал. И тут вот жена этого, да, спи со мной. Да, это как дух этого мира. Дух этого мира, спи со мной. Вот опять предложение. Именно то, что этот был человек, который сеял в дух, который верил в духовные вещи, в благословение Божие, он не принимает этого решения спать с этой. И получает, что? Гонение. Несколько лет тюрьмы. А тюрьмы тогда были не такие, как сейчас. Там ямы были в основном. Просто с этими. Ну, я не знаю, какая там была, но я просто понимаю, что там все-таки царская тюрьма была для начальников. И возможно, что там получше было, да, чем просто ямы. Вот. Но потом Бог поднял. Поэтому, вот, как бы сейчас иногда у нас не развивались события, да, мы должны понять, что вот, ну, я хочу, чтобы в мою жизнь пришло настоящее от Бога. Я не хочу лишь бы сейчас получить, лишь бы что-то вот сделать и сейчас это все вот использовать, сейчас жить и сейчас хорошо. Понимаете, про что сегодня говорю? Один из главных выводов сегодня этот, чтобы ты не смотрел, может быть, на то, что сейчас ты имеешь, да, чтобы ты вот мог жить согласно пророчеству, да, которое тебе дано, которое ты хочешь, да, которое тебе нравится. И действительно, Бог нам, ну, обещает интересные вещи. Давайте откроем, вот, в конце Малахия, один из моих любимых моментов, да. Иисус нас учит, да, что, ну, гонят тебя, благословляй, проклинают тебя, молись, да, там, обижают тебя, молись, то есть, да, ну, вроде, ты думаешь, ну, как вот я с такой тактикой в этой жизни, ну, чего-то вообще добьюсь, чего-то достигну, не верится. Хочется, хочется вот пойти и начать за себя, ну, воевать. Малахия, 3 глава, здесь такой разговор у Бога идет с верующими. С одиннадцатого я прочитаю. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзностный предо мною слова ваши, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите, тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Вот оно опять разделение. Бог нам говорит, что если ты будешь верить, будешь продолжать верить, будешь искать Его, будешь действительно искать Горнего, помышлять о духовном, и даже вот если будет казаться, что тщетно служение Богу, и что вот, ну, какой толк от того, что мы вот так, 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 так поступаем, но вы все равно должны говорить, что внимает Господь и слышит это, и перед Его лицом пишется памятная книга о боящихся Господа. И вы увидите время, когда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. И вот, ну, как бы, вот в тот момент, когда вот явится уже это разделение, когда явится вот эта вот разница между служащим и неслужащим, между праведником и нечестивым, вот тогда уже поздно будет принимать решение. Понимаете, тогда уже будет явлена вот эта вот, ну, разница, и, может быть, там будут принимать решения те, которые не слышали, да, и идти к Богу, да, но те, которые слышали, те, которые уже, как бы, вот, ну, жили в этом, у них уже не будет этой возможности. Откровение, 22 глава, последняя. Знаете, мы иногда думаем, что Бог вот так вот, ну, действительно там, ну, Он говорит в Своем слове, да, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Но также Бог говорит еще такие определенные слова. Да, то есть, ну, вот есть у нас эти слова, то есть, да, нас не должно останавливать или вводить в заблуждение, то, что мы будем видеть, что вот неправедный процветает, да, и то, что сейчас мы можем тоже этого много видеть и по телевизору, и вообще в этом мире, да, но Бог говорит, вы верьте, и вы увидите, что это изменится, и потом уже ничего нельзя будет сделать. Потому что сам Бог говорит, пусть нечистый сквернится, пусть неправедный продолжает делать неправду, а праведный, пусть продолжает делать правду, и чистый, пусть продолжает освящаться. Вот, вот как бы об этом сегодня хотел говорить, для того, чтобы мы просто поразмышляли об этом, узнали этих детей Авраама, да, узнали вот эту вот семью, потому что, ну, часто вот мы еще будем, я только поверхностно прошелся по вот этим вот моментам, да, вот этим вот разделениям. Мы все время туда ныряем, и мы должны вот, ну, понимать, кто там от кого рожден, и в чем заключается вот это вот разделение, да, и мы знаем, что Иисус тоже дает нам такую притчу про овец и козлов, да, что вот придут одни и другие, Иисус скажет, давай, одни с правую руку, другие, другие сюда, одни сюда, другие сюда, вот, и поэтому просто хотел, чтобы само Слово Божье, оно сегодня производило работу, да, чтобы внутри нас вот загоралось это желание действительно быть праведным, служить Богу, и верить в то, что только Бог знает, куда, как тебя привести в твое самое лучшее, что это часто не зависит от того, что ты вот сейчас видишь, и то, что ты сейчас думаешь, и как это должно быть. Он знает, да, и с великой радостью принимайте, что? И испытания, да, потому что именно испытания, они делают нашу веру настоящей, закаленной и очищенной, да, вот, как золото очищают огнем, так же, вот, и какие-либо испытания, они очищают человека. Понимаете, вот, никуда без этого не денешься, будем разделяться, будем разрезаться. Аминь. Аминь.